Ты поклялся мне своим дыханием, так знай, пока ты не спишь, оно будет при тебе, но как только ты уснешь, дыхание покинет твое тело. Это легенда о немецком рыцаре и русалке Ундине, которая прокляла возлюбленного за измену. Сегодня проклятием Ундины называют редкое генетическое заболевание, при котором дети не могут дышать во сне. Диагноз был установлен очень-очень поздно. К сожалению, первые два раза, когда мы сдавали анализ генетический, нам пришли отрицательные ответы, что говорило, скорее всего, о полной некомпетенции докторов-генетиков. Ребенка постоянно снимали с искусственной вентиляции, чего, конечно же, нельзя было делать. Мозг ребенка уже очень серьезно пострадал, и он в неонатальном периоде до 4 месяцев перенес несколько ком в результате гипоксии. Нам говорили, что Федя там второй, третий ребенок, что таких детей практически нет. Оказалось, что Федя 11-й ребенок, и детки по большинству своему достаточно сохранны. Из-за ошибки врачей Федя один из самых тяжелых детей с проклятием Ундины. Питается он через гастростому, во сне дышит только с помощью аппарата вентиляции легких. Дорогостоящие оборудования и расходные материалы приобретает детский хоспис «Дом с маяком». Главная идея хосписа – это помощь на дому. Приходят в семью врач или медсестра, и они смотрят, какое оборудование нужно ребенку. Если, например, ребенок не дышит, то ему нужно 80 пунктов разных приборов. Здесь, на складе в хосписе, все это собирают, и ребенку привозят, родители обучают этим пользоваться. На стране так заведено, что инвалидам довольно много положено, но почти ничего не дают. Вот наши юристы рассказывают про все льготы, которые семья может получить. А социальные работники помогают этого добиться от государства. Мы попали один раз в больницу, пролежали в инфекционном отделении и поняли, что мы туда больше не хотим. Там врачи, практически никто не знает, что с нами делать. Там сопутствующих заболеваний очень много, ребенок приобретает. Мы просто стараемся туда не попадать. И если, не дай бог, какие-то проблемы, вот сейчас у нас есть хоспис, мы туда обращаемся. Там приезжают врачи, которые на самом деле знают, что нужно твоему ребенку, как его лечить. Хоспис старается оказывать семье комплексную помощь. Медицинскую, социальную, психологическую, духовную, юридическую. В детском хосписе есть такая программа, называется «Мечты сбываются». Это родители и дети могут у нас на сайте заполнить анкету и написать, о чем они мечтают. Я катался на вертолетах в поисково-спасательном отряде «Ангел». Я на вертолете бы не покатался, мне кажется, я бы не была бы, у меня страсти к небу. А вот когда я покатался, я вот все, буду пилотом, все. Моя мечта – создать самолет, который может людей с ограниченными возможностями возить. Детский хоспис существует на благотворительном пожертвовании. И помочь может каждый человек. Нам важны пожертвования 100 рублей, 200 рублей. Лучше всего это сделать, отправив смс пожертвования на номер 1200. Или можно зайти на сайт детского хосписа в раздел «Помочь» и сделать перевод с карты. Получив необходимую медицинскую помощь и забыв про боль, дети ездят в лагеря, ходят в театры, встречаются с друзьями. Сейчас фонд собирает деньги на расходные материалы для Феди Лещика. На год они стоят – 306 тысяч рублей. У нас бывает период, когда мы делаем заказ, так называемый, пишем координатору вот все, что у нас есть, все, что нам нужно. И, знаете, вот я смотрю на каждый вид оборудования, который у нас стоит в Фединой комнате. Все, что вот у нас есть – это подарки и приобретение детского хосписа. Детский хоспис «Дом с маяком» помогает людям с 2013 года. На попечение организации около 500 детей. В 2017 году фонд собрал 514 миллионов рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, государственные субсидии и гранты. Главное направление работы – оказание палеоативной помощи на дому, психологические группы поддержки для подопечных и членов их семьи, юридическая и социальная помощь, игровая терапия, организация детских лагерей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова